Приветствую вас на телеканале «Инпак». Спасибо, что вы с нами остаетесь на влиянии. У нас прекрасное время. Сегодня с Юрием Аскеровым. Приветствую, Юра. Будь благословен. Будьте благословенны, дорогие друзья. Мы находимся в преддверии больших праздников для еврейского народа. А в их лице, наверное, и для привитой ветви, которой являемся мы, Юра, мы будем говорить о Пуриме. Праздник Пурим. И до эфира ты говорил, делился со мной о том, что ты эту тему хорошо проштудировал. Не один год ты ее где-то даже преподавал в семинариях, имел проповедия на эту тему. То есть ты в теме сегодня. Ну да. Если мы говорим, что мы ветвь, которая привита на древе Израиля, значит, еврейская культура, еврейская традиция, еврейское писание, еврейские праздники, еврейские имена. У меня, между прочим, еврейское имя. Ну и все остальное является нашим. И я понимаю, что то, что происходило с Израилем, это было очень, как говорится, ну и тяжелое время. Почему? Потому что когда весь народ подписан под приговор смерти, это довольно опасно, это страшно, это бесчеловечно для людей, которые это сделали. И поэтому тема Пурима для меня всегда важна. Почему? Потому что Пурим был не один. Ни один человек, ни один Аман хотел уничтожить Израиль. Ну, я не знаю, их было около ста Пуримов, разных по важности. Ну, я смотрел это в энциклопедиях, я смотрел это в толковании многих людей, и особенно христиан. То есть и особенно, особенно, особенным Пуримом был Пурим 46-го года. Я за него буду говорить. Но и сейчас Израиль стоит снова же на пороге Пурима, когда весь мусульманский мир восстал против Израиля. Что они хотят? Мы скинем их в океан, мы выможем землю еврейской кровью, мы уничтожим всех евреев до одного. Юра, я сделаю поправку. Не весь мусульманский мир, не только. Смотри, что происходит в России против Израиля. Смотри, что происходит в Америке. Юра, за это все будем говорить. Ну да. Поэтому, когда ты говоришь мусульманский, я решил поправку сделать. Потому что раньше мне, когда я занимался в еврейской общине в Украине, мне попадались многие книги, которые мне передавала и миссия, и еврейский комитет. И получалось еще с 1948 года, когда организовалось государство Израиль, и, между прочим, оно организовалось с благословения одного человека. Если бы не этот человек, Израиля бы не было. Это был Иосиф Иссаленович Сталин. Это писала Голдемейер, это писал Давид Бен-Гурион. То есть я читал эти книги, они были у меня. И вы знаете, это очень интересно. Юра, ну мы не будем убелять этого тирана. Хорошо. Я никого не убеляю, Юра. Я никого не убеляю. Я только говорю историю. Я не сомневаюсь, что Бог мог его использовать. Если Бог в свое время осла использовал, почему он не может такого осла использовать, как ты проименовал его? Юрий, я тебе предлагаю программу. Да. Если ты захочешь, если захотят наши дорогие зрители, Иосиф Виссарионович Сталин, тиран или святой? Ага. Ну да. Мы еще заговорим за Гитлера о том, что... Нет, за Гитлера я говорить не хочу. Или за Лукашенко. За Лукашенко тоже не хочу говорить. Не хочу говорить за немецкие и русские церкви. Почему? Потому что немцы провозгласили Адольфа Гитлера мессией. И сейчас русские церкви, они провозглашают Путина мессией. Ну да. Ну да. Мне попало вчера видео. Я, кстати, я, кстати, никому его не переадресовывал пока. Ты впервые, который услышал это. Как батюшки в храме целуют руку Путину. Это тихий или громкий ужас? Это вот история... Я понимаю. Батюшки православной церкви кинулись целовать руку Путину. Это маразм. Юр, продолжаем. Мы вернемся в нашу тему. В нашу тему. Итак, Пурим. Да, Пурим. Откуда он пошел? Нам нужно узнать историю. И нам нужно узнать подтверждение этой истории. Почему? Когда я готовил тему Пурима, я читал много информации. Я читал толкование многих христианских теологов, которые говорят, что это просто сказка. Христианские теологи говорят, что это сказка. Но, извините, я читал других христианских богословов. Они говорили, да, это было, это реальность. Но если это в Библии написано, как эта сказка может быть? Аминь. Юра, Знаешь, есть у нас одно из направлений богословия, которое просто-напросто очерняет Библию. Есть. И когда мы проходили в семинарии, в библейских институтах, нам за это движение рассказывали. Нам за это движение рассказывали. И это движение отвело от Бога очень много людей. Но давайте мы вернемся к Пуриму. Мы знаем, интересно, что Библия, Библия, это источник знания, это свет, который разгоняет тьму, это, будем говорить, наш учитель, который учит нас определенным вещам. И вот рассказывает история, то есть рассказывает книга «Есфирь». Книга, в которой не упоминается вообще имя Бога. Почему? Потому что история происходила в языческой стране. И толкователи иудаизма говорят именно поэтому. Что происходит? Царь Артаксеркс, ну или в других Библиях Ахашвирос, то есть это более настоящее имя, любил выпить. И любил устроить пиры. Ну, цари того времени, а тем более 170 чем-то областей были под ним, он имел на это право. Он был очень богатый, страна была очень богатая, роскошная все. И вот он собрал всех. Он собрал всех знаменитых, и вот они сидят, пьют. И когда мужик напился, то и царь, ему что-то она хотела сделать. И он приказал привезти свою жену Астинь. Та отказалась. Ну как это так? Царь сказал, а ты отказалась. Что нам говорят толкователи? Во-первых, восток. Жену царя не имели права видеть все. Второе. Астинь была в положении. В положении именно ребенком, который будет следующим царем. И подтверждение этого, то есть исторической историчности этой книги, является то, что историки говорят, следующим царем Персидско-Мидийской империи был тот, мать которого лишили царского достоинства. То есть, эту женщину лишили царского достоинства. Имела право иметь царское достоинство одна женщина. И вот Астинь убираюсь с дворца и увозят. Хорошо. Мы видим, что это было принято решение. Собрали семь знаменитых. Ну, это у них была семерка, те, которые давали царю советы. И царь спрашивает, что делать? И они сказали, убрать. Почему? Потому что наши жены, глядя на нее, они тоже скажут нам и не будут слушаться нас. Вот смотрите, друзья, это будем смотреть, восточное видение того, что является семья. Муж – глава, жена – это помощник главы. Она помогает, она советует, но решение принимает муж. Ну, по большому счету, женская половина – это предмет. Это предмет в хозяйстве. Ну, Юра, мусульманина. Я бы, ну, сегодня мусульманина, но тогда еще ислама не было. Ну, да. Тогда ислама не было. Сегодня это самое говорят наши проповедники с кафедры. Но я говорю, ребята, если бы вы знали, если бы вы только знали, как евреи обращались к своим женам, вы бы такого никогда не говорили. Еврейская женщина – это была хранительница домашнего очага. Это были мудрые женщины, которых учили одному помогать мужу. И когда-то мы с тобой говорили 10 законов праведной жены, мудрой жены. И вот мудрая жена всегда стояла, как говорится, за своим мужем, давая советы, благословляя и показывая ему правильный путь. Почему? Ну, мужчины дома нету в большинстве. Мужчина по делам. А женщина была всегда дома. И она знала, что нужно для дома. Она знала, что нужно для детей. Она знала, что нужно для того, чтобы семья была благословенной. Благословенной. Хорошо, я приведу, если один можно, библейский пример. Когда говорили за восстание сыновка, то есть Корея, там было написано, что один человек именем Фалек, он не пошел. И еврейские толкователи дают толкование этого места. Почему он не пошел? Да. Почему он не пошел вместе с этими бунтарями? Жена не пустила. Не то, что не пустила, она ему сказала, слушай, ну если победит один, тебе какая выгода? Победит другой, тебе какая выгода? И он остался дома, и он остался живым. И голова на плечах осталась. Да, потому что дома была мудрая жена. Хорошо. И мы видим, что остень они убирают. Остень они убирают, да, и царь, царю дают совет выбрать, сделать выборы другой женщины. который займет царское достоинство. И вот в Сузах, это столичный город, начинают, как говорится, вылавливать всех девочек. И в доме раввина Мордахея забирают Гадасу. То есть, есть фир. Да. Его, ее еврейское имя Гадаса. Хорошо. И мы видим то, что начинается, как говорится, подготовка этих женщин, то есть, девочек, для того, чтобы царь увидел их. И одну из них он выбрал для того, чтобы она заменила остень. И выбор пал именно на Есфирь. Хорошо, я немножко отойду в сторону. Отойди. Дело в том, что это было довольно интересное время. Почему? Уже три алии было сделано в землю Израиля, то есть, после Вавилонского пленения. Мы знаем, что Вавилон завоевал последствия Персамидия, и царь Кир дал указ, по которому евреи могли вернуться в землю обетованную. И именно этот указ Кира сыграл очень-очень сильное значение и важность как событие, потому что именно впоследствии, когда евреев обвинили, что они незаконно строят город и храм, именно этот указ Саря Кира, он повлиял. И тогда царь Персамидий убрал всех людей, которые были наблюдатели и мешали евреям. То есть, Тови и Санавалат. Да. И мы видим, что много евреев, они остались. Они остались именно в языческой стране. И для того, чтобы возбудить ревность своего народа, часто допускаются такие события. И мы видим, что дальше Есфирь становится царицей. Претендентом пока. Ну, уже мы видим, что ее выбрали. Ну да. Да. Все. И в это время происходит еще одно очень интересное действие. Царь поднимает одного человека. Это Аман. Ну, знаете, как пословица из князи, то есть, из грязи до князи. И вот этот человек был низкого достоинства, но что-то царь увидел в нем. Ну, вы знаете, он был умный человек, Аман. Почему? Потому что додуматься до истребления народа глупый бы не додумался. Но, извините, именно это нужно было для Бога. Почему? Чтобы, во-первых, показать своему народу, что он находится под заветом. Во-вторых, показать своему народу, что Бог с ними. И, третье, показать своему народу, что Бог является защитником и охраной своего народа. Друзья, говорю сегодня и нам, если мы сегодня задаем вопросы, что происходит сегодня, друзья, мы знаем одно, Бог является нашей защитой и охраной и нашим благословением. То есть, ум Амана сделал с ним большую шутку. большую шутку. И не только с ним. Сыграл. И не только с ним. Только с ним. Но через две с половиной тысячи лет люди смотрели на это, что было сделано с ним. И вспоминали. Да, и вспоминали. Говорили, вы не знаете, что сейчас происходит? Это происходит Пурим 46-го года. Хорошо, мы смотрим дальше. И теперь Аман возвысился, почувствовал власть. А мы сегодня видим, как маленькие люди немножко возвышаются в Америке и у них начинается прорезать, ну, то, что мы говорим, роговой отсек. Ну, у них начинают расти определенные виды. Ум заходит за разум. Да, 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 да. И эти люди начинают притеснять и издеваться над теми, с кем они раньше дружили, с кем они вместе работали, с кем они раньше были. И это реальность. Почему? Павел писал, знай, что в последнее время люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, зловечительны, родителям непокорны, и дальше эта лестница идет. и неблагодарны. Да. И вот однажды, однажды, Мардахей увидел то, что слуги договариваются убить царя. Он доложил через эсфирь. Дело найдено и записано в книгу дневных записей. Смотрите, Бог работает свою работу. Хорошо, и дальше мы видим, Аман идет, и он увидел, что Мардахей не поклонился ему. Господи, проблема. И, извините, злость до того подкатила, что он пришел к царю и начал просить истребление целого народа. Это истреблять и женщин, и детей, и младенцев, и стариков ради прихоти одного психически ненормального человека. И мы видим, что дело начинает двигаться. Аман пообещал царскую казну внести определенную сумму. Они бросили жребий, и жребий попал на один из месяцев, и все. И во все, как говорится, места полетели письма. Гонцы поехали, и евреи огорчились. Юра, меня в этой истории тобой изложенной мучает один вопрос. Ну, смотри, все-таки мы говорили, что этот правитель медиа персидского царства, все-таки, что он был грамотный мужик, мудрый мужик. И каким образом, коим образом он повелся, ну, он же знал о том, что это за мыслиц, злобный Аман. Почему он повелся на такую... Ну, во-первых, Юра, этот человек любил выпить. То есть, ты хочешь сказать, что по пьянке он согласился? Юра, сейчас. Дело в том, что, когда человек пьет много, ну, немножко портится разум. Во-вторых, Аман был человек, который очень умный. Почему его царь поднял? И когда Аман, нам не написаны доводы какие, он провел для того, чтобы истребить этот народ. Ну, и, наверное, он провел факты того, что они никогда не подчиняются законам, они не уважают царей и так дальше, и так дальше. То есть, это обычно делали всегда для того, чтобы убедить того или иного человека сделать то, что хочет этот человек. Но, когда это еще находится царь, у которого свое самолюбие, вот тут, Юра, интересные вещи происходят. Как так? Царя не слушают. Кто в доме хозяин. Да, кто в доме хозяин. Ну, и получается, что он отдает указ. Он отдает указ, и теперь Есфирь, то есть, Мордахи вызывает Есфирь. Он ей говорит, а Есфирь, это я ничего не могу сделать. Она уже сказала, столько-то дней она не была звана к царю, ну, а видно, были определенные законы, но помимо законной жены у царя были еще наложницы. И это было нормальное положение на то время. То есть, это был царь, и он пользовался, как говорится, преимуществами своего положения. И тогда Есфирь говорит, пусть вся община будет три дня постел за меня. И через три дня что она делает? Она прекращает пост, она принимает ванную, или что там она принимает, дальше она принимает благовоние, все. Почему? Почему здесь тоже очень интересная вещь. Перед лицом царя ты должен появиться веселым, ты должен появиться радостным, и ни в коем случае не с опущенной головой. То есть ты переводишь плоскость сегодняшнего дня, всякая истина параллельна, для новозаветнего периода также. Можем мы это отнести к нашему периоду? Юра, цари всегда были таковыми. Когда мы угрюмо идем пред лицом царя, царей, с большой буквы. За это мы будем говорить в другой раз. Но это параллель, я понял, куда ты клонишь, ты проводишь параллель. Хорошо, дело в том, что когда человек с грустным лицом приходил к царю, у него не вспомнил Неемию. Неемию. Неемию, да. Он пришел и царь... От чего это? Опа! Сразу заметил. ты думаешь государственную измену, а возможно, ты думаешь убить меня. Но это ж, извините, у диктаторов работало мышление. Ну да. Все. И вот Есфер пришла и царь протянул скипетр. То есть ей вход разрешен. Ну и он начал спрашивать, что тебе надо? Я сделаю все. Она говорит, слушай, можно я завтра тоже сделаю пир, все. В этот день сделает пир и на следующий день пир. Хорошо. В первый день она ничего не сказала. Но во второй день она показала на Амана, что Аман хочет убить ее. она не сказала израильский народ ее. Юра, но ты упустил перед этим. Ты быстро пошел вперед. Как Бог пожелал, то есть царь пожелал, видно, Господь так соблаговолил, чтобы царь возвысил кого-то из придворных своих и возвысили лишь тогда Мардахея. Ты это упустил? Нет, Мардахея мы тронем потом. Ты сознательно обошел. да, да. Почему? Мардахей это в переводе на русский язык учитель жизни. Мардахай. И мы видим, что этот человек был довольно умный. Но этот человек был тот, который воспитал и подготовил девочку. Это была, между прочим, его племянница. Его племянница. И он подготовил ее и сделал так, что именно эта девочка, она стала спасительницей всего народа. То есть во всем этом проведении Божия. Юра, мы за это будем говорить у нас сегодня. Вот почему я спешу за эту книгу. У нас столько много то, что эта книга говорит нам. Юра, вот во свете сегодняшнего дня и нашего отношения к алкоголю и отношения Бога к алкоголю, я вот думаю, вот я так вслух размышляю между нами один на один. Смотри, в свое время почему-то Господь использовал этих, ну, таких нечистоплотных в моральном отношении царей и государей, что прям диву даешься. Вот. И это Бог их использовал. И я так вслух размышляю. То есть, ну, во свете сегодняшнего дня и в голову любому христианину, имеющему связь с Богом не придет в голову там злоупотреблять или принимать алкоголь. Юра, я понимаю. Но время временами, понимаешь? Юра, тогда пили вино. Ты хочешь сказать другое вино? А сегодня, Юра, пьют, я не знаю, какую-то жушку. Ну, какая разница? Если веселит оно, если оно веселит и бьет на мозги. Смотрим Соломона. Мудрость растворила вино. Ну, да. Евреи воду не пили. Евреи пили только вино. Но вот если у меня кружка, половину вина, половину воды. Почему? Потому что, когда в жаркой стране ты выпьешь воду, через пять минут она вся будет на тебе. Мне настолько тяжело сейчас воспринять утверждение наших еврейских, мессианских, так сказать, последователей, которые в Израиле живут, о том, что они употребляют вино. Я в сторону ушел, но сознательно. Употребляют вино, потому что это не то вино, это мы употребляем особое вино, виноградное вино, это с израильской земли. Я меня тяжело воспринять эту концепцию во свете того, как я научен, кем я научен. И поэтому меня эта сторона, мы отошли в сторону. Я просто тебе хочу сказать, что они его пьют наполовину с водой. Извини, Юра, такой напиток тебя, хмель, не заведет. Мы идем в табу, Юра. Идем дальше. Это табу. Мы идем, да. Почему? Потому что для нас сегодня важно, для меня важна сегодня книга «Исфирь». Почему? Потому что это наша история. Наша история. Я не говорю, что это еврейская. Это наша история. Почему? Потому что мы ветви привиты на древе Израиля. И для нас очень важно смотреть за тем, за той работой, которую делает Бог. Понимаете, сегодня люди делают политику, сегодня люди делают много грязи. Но это люди. Но меня интересует то, что делает Бог. И вот мы видим, что на второй день, когда был этот пир, «Исфирь» рассказала. Ну и тогда Аману мешок на голову, повесили на том дереве, которое он приготовил для Мардахея, 25 метров, и плюс повесили 10 его сыновей. 10 его сыновей. Друзья, о чем это говорит? Давайте думать перед тем, когда что-то делать. Почему? Потому что то, что мы пострадаем, это одно, пострадают дети. И вот теперь задается вопрос. Историчность этой книги. Ага. И что сделали евреи? После этого Артаксерск назначает Мардахея на место Амана. Совершенно верно. И они с «Исфирь» теперь рассылают указы по всем еврейским местам о том, что праздновать этот праздник. Это 120 штатов на то время, да? Ну, я не знаю. По-моему. Ну да, где-то так. Это не 50 штатов, а 120. Представь себе. И они сказали в обязательном порядке праздновать этот праздник. Хорошо, но пока мы не говорим о серьезном. Как евреи сегодня празднуют праздник Пурим? Я не буду говорить одну вещь, но скажу за другое. В синагогу в этот день все приходят в маскарадных костюмах. Все. И раввин, который будет читать могилу от Эстер, то есть книгу «Исфирь», и люди в руках хлопушки, дробушки, барабаны, все. И когда раввин подходит до имени Аман, вся синагога взрывается. Заповедь. Ни один человек не должен услышать это имя. Другими словами, это праздник жизни. Это праздник жизни. Хорошо. Но теперь, Юрий, меня интересует другое. Что мы, люди 21 века, можем взять с этой книги? Вы знаете, друзья, это очень важно. Почему? Потому что мы люди, которые читаем эту книгу, мы люди, которые исследуем, мы люди, которые смотрим историю, а история иногда учит нас очень хорошим вещам. Хорошо. И самое главное это то, что Бог предвидит событие заранее, прежде, извините, чем оно осуществится. Бог предвидит. И в тот момент, в тот момент, когда в планах царя было поднять Амана, в этот момент из дворца уходит Есфирь, то есть Астинь, женщина, которая уже была беременна будущим царем. Только за то, что она защитила свое право не показывать свое лицо, извини, пьяным мужикам. Ну, после пару дней пира, я думаю, там трезвых не было. Лекции о трезвости говорить там не стоило. И ее выгнали. И на ее место стоит девушка, девочка вернее, которая впоследствии через нее Бог защитит целый народ. Целый народ людей, которые уже были, как говорится, подвергнуты смертному уговору, смертному указу. Кажется, зачем Аман тебе эти люди? Зачем тебе убивать людей? Но нет, надо. Надо. Потому что ему надо. И вот сейчас вот этот дух Амана на Ближнем Востоке. Юра, сколько было пуримов всего в истории? Около ста пуримов. Это связано с израильским народом? Да, да, потому что многие хотели уничтожать евреев. Многие хотели и многие подписывали эти указы. Но Божья рука делала что-то интересное. Кстати, вопрос по существу. Ты не подсчитывал, сколько было пуримов по отношению к Украине? Я не подсчитывал, но знаю, что было очень много тоже. Очень много. Десятки, да? Да. Продолжаю. Ну, с одной стороны, это были поляки, потом это были русские, которые хотели уничтожить все украинское. Не были, а есть. И сегодня они говорят, что украинский язык это извращение русского. Ну да. но это такое. Но для меня важно, важно, именно в этой истории Бог предвидит. Бог предвидит эти события и Он воздвигает свое спасение и проводит свой народ для того, чтобы народ это увидел. Хорошо, друзья, я сегодня говорю для нас почему? Потому что многие из нас сегодня думают, Господи, что будет дальше? А дальше, друзья, будет освобождение. Дальше, Божья рука покажет, где место людям, которые выступают против Божьего народа и где место Божьего народа. И это очень хорошо и благословенно. Дальше, Бог предвидит путь спасения своего народа. Ну, практически это то же самое. Почему? Потому что было много случаев, много случаев. Ну, давайте возьмем фараона, который хотел уничтожить еврейский народ. Но, потому как я смотрю Тору, я смотрю, что этому подвергалось одно колено, колено Левия. Я не знаю, откуда фараон знал, что именно с этого колена придет освободитель, откуда он знал, что это будет священническим коленом в иудаизме, я не знаю. Юра, я помогу тебе узнать. А этим всем, знаешь, князь мира этого, он же свои, он шахматные делал эти ходы. и тем более у него же были свои эти жрецы, которые знали многие тайны. Которые пользовались информацией и медиа из преисподней. Ну да. То есть они знали. Поэтому я помог тебе. Хорошо, спасибо, Юра. И мы видим то, что впоследствии мы видим, что когда Вавилон завоевал, а до этого, когда захватывали языческие народы их, то же самое и шло массовое истребление. И у всех народов того времени было правило, когда они завоевывали страну, самое первое, они убивали царя. Почему? Потому что царь был флагманом. Это был флаг свободы. Они убивали его, убивали его семью. Дальше они старались избавиться от князей, то есть от людей, которые представляли этот народ. И мы видим в Писании, особенно в книге Судей, там такие случаи упоминаются. Хорошо. Дальше мы видим Рим, то же самое постарался и не один раз. И мы знаем даже вот 135 год уже нашей эры, когда закончилось восстание Барковбы, римляне выпустили указ, по которому они запрещали исследование Торы и обучение детей и обрезание. И тех, кто не покорялся, они убивали. И история говорит о том, что были убиты 10 самых знаменитых учителей иудаизма во главе с Рави Акивой. Я не буду рассказывать эту историю полностью, но факт есть фактом, что эти вещи имели место в истории. Ну плюс к этому еще в 7 веке возник лжепророк, о котором прекрасно знают наши зрители, который то же самое делал по отношению к еврейскому народу и к христианам. То есть огнем и мечом он уничтожал тех и тех. Тут я немножко хочу внести ясность. Когда Мухаммед в 620 году, если не ошибаюсь, они ишли в Медину, они убегали с Мекки, потому что умер его дядя, который его защищал, Абуталиб, и умерла его жена Хадиджа, которая была тоже очень высокого положения, которую защищали. И когда Мухаммед ишел в Медину, он многих своих людей послал в христианские страны. И особенно в Эфиопию, где правили христиане. И даже они сделали фильм об этом очень хорошо. И когда перед эфиопским царем жители Медины сказали Мекке, мы хотим, чтобы их казнили, а я хочу их послушать. И когда они рассказали ему то, что они верят, царь сказал, я верю в то же самое. То есть сегодня в Синайском монастыре есть рукопись Мухаммеда, где Мухаммед четко и ясно сказал, христиане это наши братья. И вы должны их защищать. Ну, ты хочешь сказать, что после его смерти исказили все? Юра, исказили так, как исказили Новый Завет, а мы знаем и крестовые походы, и католическая церковь, то есть искажений было. Почему? Хорошо, но оставлено в Коране и убей всякого иноверца. Юра, для того, чтобы сказать это, надо читать Коран. Я читал Коран. И в Коране написано, если твой сосед хочет жить с тобой в мире, живи. И я задаю сегодня мусульманам вопрос, вы Коран знаете? Нет. А почему вы его не знаете? Потому что вы знаете только вот это свое пение, а Корана вы не знаете? Юра, есть де юре, а есть де факто. Я понимаю. Да. Поэтому, если мы будем говорить о де юре, мы можем много, а если мы будем говорить о де факто, мы увидим там ужасные картины. Юра, я это все понимаю. По сегодняшний день происходит. Я это все понимаю. Я это все понимаю. Давай упускать и де юре, и де факто. Хорошо. Я просто им говорю, ребята, но если вы верите в Мухаммеда, вот станете вы перед ним на суде, что вы ему будете говорить? Юра, я тебе помогу. Они ничего не будут Если ты в затруднении, они не мыслят вообще никакими категориями. Юр, давай мы это не будем трогать. У нас сегодня другая программа. И знаешь, чем говорить о них? Я лучше хочу говорить о милостях Божьих и о Боге, который что-то делает. Дальше. Эта книга выражается вера во всемогущество Бога. Всемогущий он самый сильный и может все. Почему в Писании мы говорим Бог всемогущий. Бог всемогущий. Бог Эль-Шадай. Тот, которого достаточно. Или же как вот это Эль-Шадай Бог всемогущий и другой перевод он тот, которого достаточно. Его достаточно для того, чтобы защитить. Его достаточно для того, чтобы благословить. Его достаточно для того, чтобы помиловать, его достаточно, чтобы показать силу и могущество Бога, его достаточно, чтобы в нашей защите употребить ангельский мир, и можно говорить много, много и много, он всемогущий, он Эль-Шадай. Именно с этим именем он открылся Аврааму. И ты знаешь, Юра, мне прекрасно, почему? Потому что Авраам пришел в страну враждебную. Почему? Страна, которая была наполнена людьми, которые людей в жертву приносили. И в этой стране Авраам проразошал имя Бога. И многие люди, вот если в Писании написано рабы Авраама, это не рабы, это люди, которые поверили в веру Авраама и пошли за ним добровольно. Это были его последователи. И за самого сильного последователя. Писание, это был Элизер. Ой, я на работе размышлял за этого человека. Думаю, Господи, один из рабов Авраама, который записан в Писании. Это ж какая честь быть записан в Писании, Юра? По имени, да. Да, по имени. А знаешь, почему? Потому что не все понимаем, не все правильно интерпретируем. Ты верно сделала эту пометку о том, что мы раба, называем рабом, вот со всеми связанными с этим его функциями, то есть это там ниже Плинтуса. Но это не так было. У Авраама это не так было. Да. И мы видим, что кому Авраам поручил женитьбу своего сына, и кто стал уколоться и начал говорить, Господи, ну, если... Он ссылается на Бога Авраама. Да. Это сильно. Он молится ему. И когда он пришел в дом Ревеки, там его приняли с почетом. Почему? Доверенное лицо Авраама. И евреи говорят, числовое изображение, но это евреевская гематрия, числовое изображение Элизер 316, не 318. И столько было рабов. И они говорят, смотрите, один Елизер был достоин этих 316 человек. Это прекрасно. И вот мы видим, благословенный Бог всемогущий. Это прекрасно, Юра. Прекрасно, что нашим Богом является Бог всемогущий. Бог, которого достаточно. Который когда-то помиловал. Который когда-то сына своего прислал на эту землю во искупление грехов и беззаконий наших. Кто-то скажет, у меня их не было. Ну, я мог бы привести много контраргументов, но времени нету. И мы идем дальше. Хорошо. Что дальше мы берем? Вера в водительство Божье. То есть, когда Бог невидимо водит человека через определенные обстоятельства. Юра, да это одна из самых любимых тем. Почему? Вера в водительство Божье. Господь, пастор мой, я не нуждаюсь. Он покоит меня на злачных пажетях. Он вводит водительство кодом тихим. То есть, к Божьему Слову. Он вводит, понимаешь? Он дает толкование. Он просветляет твой разум. И ты смотришь на Писание. Вроде сегодня оно говорило так. А в другой день открывается совсем другая истина. Водительство. Водительство Божье. И как это водительство задействовано в этой книге. Прекрасно. Благословенно. И мы смотрим. Ну, как бы обмен цариц. Но что тут такого? Ну, ушла одна, стала другая. Но с другой стороны, эта другая была ставленница Бога. Эта другая поставит своего дядю учителем. Эта другая подкорит себе царя. И царь сделает то, что она просила. И мы видим, что они написали указ. И евреи были рады, потому что от смерти они избавились. Но они наказали своих врагов. Водительство Божье. Мы видим третья глава Иоанна. Дышит где хочет. Водительство Божье. То есть, он захотел. То есть, в его планах. Он дал откровение тебе. Он захотел, он повел тебя туда, где ты нужен. И это огромное благословение и огромная милость. Мы видим очень много мест таких в Писании. Когда Бог ведет человека, и он там встречает того, кому нужно. И водительство Божье, оно играет сегодня очень интересные вещи. Мы, когда были в служении Ешел, это эволюционная школа лидеров, мы каждый раз, перед тем, когда ищли на евангелизацию, мы молились и мы просили, Боже, веди нас туда, куда ты считаешь нужным. И нам попадались люди, Юра, ну не поверишь. Иной раз смотришь, идет, ну такая святоша, кажется, ну этот человек сейчас, ты будешь говорить, ему тебе елеем по душе помажем. Ну, а получается ежик. А с другой стороны идешь, видишь, ну ее бандит. И ты начинаешь говорить, хочешь уйти, Дух Святой говорит, я тебе сказал, иди. И начинаешь говорить, и ты понимаешь, извините, что именно этому человеку нужно твое спасение. Не мое спасение, а Божье спасение. Именно это израненная душа. Именно этот человек, которому Бог сегодня дает спасение. Друзья, это огромное благословение. То есть ты говоришь, вот важной части нашей христианской жизни, как водительство Духа Божия, оно проявляемо во всех сферах, оно должно так быть. Оно, по крайней мере, должно так быть. Мы, Юра, к сожалению, к сожалению, зачастую, это, так сказать, не повсеместно, но в очень многих наших проповедях, в наших беседах, что мы роль Святого Духа в нашей жизни сводим к говорению... Говорение, Юр, Юр, ты мои мысли читаешь. Нет, ну так я даже проповедь буду в ближайшее время, если Богу угодно, говорить на эту тему. Одно из подразделов этой проповеди будет то, что присутствие Духа Святого в моей жизни, оно меняет мой характер. Очень важно меняет характер человека. Характер человека – это важная составляющая, это важный аспект нашей христианской жизни. То есть, кто крал, в предник роди. То есть, это настолько просто. То есть, ты не можешь, если ты крещеный Духом Святым, ты не можешь позволять себе не просто, вот не просто позволять там что-то сказать, не сказать. Ты измененная личность. Ты не делаешь это не потому, что ты держишь себя в руках, ну потому что в тебя произошла полная метаморфоза, трансформация, потому что Дух Святой в тебе. То есть, и вот эта часть, идем дальше, вот эта часть водительства Духа Святого очень важная часть в нашей повседневной жизни. Я не могу взорваться, к примеру, вот Юра, вот мы с тобой обои крещены Духом Святым, мы с тобой друзья, и мне что-то не по нраву, что-то мне где-то там зацепило. Вот, к примеру, в твоем поведении, я выхожу из себя, с моих уст льется, знаешь, вот грязная вода. То есть, такого не может быть, если я подлинно и по-настоящему крещен Духом Святым. Юра, когда-то мы не довели одну программу до конца, это за испытание. А ну-ка. И я говорю, с великой радостью принимайте, братья мои, когда вы подойдете в различные искушения, не знаешь, что испытание веры вашей производит терпение. То есть, там семь или восемь пунктов того, как Бог проверяет человека. Как Богу проверить, тебя или меня? Даются определенные испытания. И если ты увидел, что ты в этом испытании, ну, а как мне увидеть себя? Только через испытание. И тогда я смотрю в зеркало Божьего Слова, и говорю, Господь, прости. Идем дальше. И мы видим, что водительство Божье, вот смотри, один пример. Юр, я много намешал здесь плохого в этой программе? Пока нет. Пока нет. Пока. А ты знаешь, благодаря кому эта программа, что я здесь? И это было водительство Божье. Позвонили мне с Вашингтона, они хотели проводить еврейский вечер. И они просто меня как консультанта вызвали. И в самолете летел Рома Джулай туда же, познакомились. А Рома Джулай свел меня с Сашей Куманским. А Саша Куманский привел меня к тебе. Водительство Божье. Я не знал, кто такой Куманский, не знал, кто такой Джулай. Но сейчас это мои друзья. Мы ведем программу «Израиль сегодня». Мы говорим о Боге. Самое главное, Юра, мы говорим о Боге. Меня не интересует ничего. Меня интересует Бог. И меня интересует то, что Он делает. Хорошо. Идем дальше. И вот смотри, водительство Божье. Оно на протяжении всей Библии. И мы благодарны Всевышнему, что Он, как Отец Сына, ведет нас. Дальше выражается вера в заветную милость Бога. Вот тут я очень часто задумывался над этим вопросом. Завет. Завет. И вот когда мы вступили в завет Всевышним, Он покрыл нас. Ну, это называется покров. Он покрыл нас. А в этом покрытии Его оправдание, Его спасение, Его справедливость. А слово «справедливость» еврейское, другое его значение – это праведность. Праведность, справедливость. И мы видим, в этом покрове это все. В этом покрове и Его правила для нашей жизни – в этом покрове все. И в этом покрове, кстати, я добавлю к тобою перечислено, призвание каждого человека. Аминь. Аминь. От Бога. Ну, мы немножко коснулись этого, когда говорили за Есфирь. Почему? Простая девочка. Наши сегодня девочки, которым объясняют церкви, что их дело только кухня и все остальное, иногда задумаются и молятся. И иногда Бог ведет их туда, куда надо. Это было как мое покаяние, тоже молодежь, которая не пила кофе, а вышла на улицу в воскресенье вечером, чтобы… Может, они хотели кому-то рассказать о Боге? Рассказали. Слава Богу. Юра, меня знаешь, что режет слух. Это я не к тому, что ты сказал, только что перед этим. Меня всегда режет слух, когда я слышу то ли с алтарей, то ли в беседах каких-то спикеры, говорят, обращаясь к слушающим и присутствующим, всегда говорят, вы должны, мы должны что-то делать. Мы должны вот что-то делать для Господа. Мне это так режет слух. Знаешь, почему? Я понимаю, Юр, потому что ненаученные люди, что они будут делать? Так вот именно. Ну так что-то, что-то… Я вчера, нет, позавчера вечером я услышал то же самое из уст одного молодого юноши. И вот он, обращаясь к своим присутствующим, вы вот по-украински, вы должны что-то, вот вы должны, вот так он, вы что-то, что-то… А люди сидят, что-то… А что? Ну вот что-то делать, ну подними бумажку с пола. То есть для юношеского возраста это допустимо, для младенчества это допустимо. Но с годами, когда приходит зрелость духовная, зрелость духовная, ты уже знаешь конкретно, что Бог от тебя хочет. Не все могут определить свое местоположение в церкви или в теле Христовом, но ты уже знаешь, что ты знаешь, потому что ты знаешь. Тебя задают, почему ты это делаешь, а ты отвечаешь, что ты… Потому что Бог тебя к этому поставил, призвал, и Бог на это, в этом всем стоит, что ты делаешь, то есть… Посмотри, Юра, когда мне позвонил Эммануил Прокопенко, это где-то лет 8 назад, предложил, чтобы я его заменял по обучению. Ну я ему тогда, мы поговорили, и я ему сказал, ну вот как вы думаете, я с работы приду, мне потом, замученный, мне потом придется идти в церковь, мне надо подготовить все служения. Почему? Потому что, например, служение евангелиста, оно отличается от служения проповедника, пастыря. Сто процентов, да, сто процентов. Дальше, служение детской воскресной школы, оно, извините, разница пастырскому служению. И все. Я должен написать эти программы. Почему? Потому что я знаю по горькому опыту, когда, например, в библейских институтах нам преподавали то, что нам вообще не нужно. Вообще. Юра, знаешь, почему не сложилось на то время с Эммануилом? Потому что это не было твое место на то время. Может быть, в ближайшее время кто-то услышит мой голос и скажет, а ну-ка, мы снова будем привлекать Юра Скирова. Но не сложилось, потому что на то время это не было определение Бога для тебя. Возможно, понимаешь, люди боятся, ну, возможно, немножко разума. То, что я знаю много, все. Но во всех церквях, где я был, меня знали как помощника. Вот я с Володей Грицаком, он мне говорит, Юра, вот мне надо то и то сделать церковь. Я говорю, пожалуйста, все. Ты сказал, я начинаю работать это. Все. Я развиваю видение пастыря. Я помощник. Несколько месяцев назад, если ты вложил его имя в мои уста, я имел встречу с Володей, отдельно мы имели встречу. И он прям удивлен был. Прям удивлен. Можно тебе так один на один? Ну и в прямом эфире. По секрету всему свету. Он говорит, я очень удивлен, когда я увидел, зная объем и багаж Юры Скирова, я увидел, что Юра почему-то здесь не задействован. Говорит, куда смотрят окружающие, куда пастыря епископа? Говорит, у нас в Украине Юра был задействован на всех уровнях. Я говорю, ну у нас там была беседа, поэтому я к тому, это ты вложил его имя в мои уста только что. Это я к тому, что, знаешь, Юр, для каждого периода, для каждого времени, для каждого года, для каждого треска нашей жизни у Бога свое определить. У тебя еще будет будущее большое. А куда я денусь, скажи, пожалуйста. Юра, у нас 7 минут. Хорошо. Смотрите, друзья, дальше. Здесь выражается вера в заветную милость Бога. Милость в завете. Друзья, это не милость вне завета. Давайте вспомним один случай. Пришла женщина Хананьянка к Иисусу. Господи, дочь моя объяснуется. Да. Молчит. Второй раз. Говорит, не гоже взять хлеб у детей и бросить псам. Но и псы едят крохи, которые падают. И тогда он сказал этой женщине, что вера ее спасла, ее и она пошла. Дальше, друзья, выражается вера в справедливость Бога, воздающего за зло. Вы знаете, друзья, это прекрасно. Нам бы хотелось, чтобы побыстрее это. Хорошо, да. Нам бы хотелось. Оно не всегда быстро. Друзья, а теперь давайте мы вернемся, уже, как говорится, не вернемся, а то, что я обещал вначале. Идет Нюрнбергский процесс. И 10 человек из высшего руководства Третьего рейха приговариваются к смертной казни. 45-й год. 46-й. А, 46-й. 46-й год. Хорошо. И когда к виселице подвели довольно интересного человека. И этот человек был Юлий Штрайх, если не ошибаюсь. И он сказал при всех. Вы думаете, я не знаю, что здесь происходит? Это Пурим. Это Пурим 46-го года. И получается здесь, когда убили 10 сыновей Амана, взяли передние буквы, а евреям сказали, то есть раввины записали эту книгу. И обычно все буквы идут, но здесь есть и большие и малые буквы. Это уже евреи говорят, на это надо обратить внимание. И когда взяли эти буквы, они четко и ясно указали 1946-й год. То есть каждое имя, начальная буква имени, она соответствовала? Там 4 буквы взяли, 4 имен, и получился 1946-й год. То есть это еврейская гематрия, как мы говорили, числовое изображение. То есть когда писалось Тора, у евреев цифр не было. Цифры означали буквы, то есть буквами. Это только я не помню, где-то 8-й или 9-й век уже арабы сделали цифры. И тогда это приняли и христиане, и все. Но у евреев это были буквы. И получается то, что Пурим был 1946-й год. И сейчас евреи почему-то говорят, что будет Пурим снова. Я не знаю, 25-го числа будет этот Пурим. Что планируют евреи? Что будет, я не знаю. Ты говоришь, во свете происходящего в Газии. Да, да, да. И я думаю, друзья, мы увидим этот Пурим. Мы увидим то, что Бог все-таки на стороне евреев. Хорошо, приведу несколько примеров из истории, ну, немножко давней истории Израиля. Сирийский генерал ведет бригаду танков на Израиль. Надо переехать мост. В 1967-й год. Я не помню, какой год, но эти годы полностью были у них войны. И он остановился. Он остановился, танки дальше не пошли. И когда его арестовали, его спросили, слушай, мужик, ну что, тебе было трудно перейти танками и поехать? Говорит, да, вам легко говорить. А когда я увидел, как говорится, ангелов божьих, которые мне говорили, не смей, попробуй ослушаться. Дальше, и шли еврейская армия на Синай. Дело в том, что тогда Египет сильно, тоже его армия воевала против Израиля. И поднялась буря, такая буря, что ничего не было видно. Танки остановились. И когда они, буря улеглась, они увидели минное поле, ветер убрал весь песок, мины были на поверхности. То есть Бог защищал эту страну. И мы знаем, что Писание говорило, то есть Павел говорил, что это временно. То есть то, что Израиль остался как бы в стороне временно, пока полное число язычников не войдет в церковь. То есть не дополнить то число, которое было у Бога. И мы знаем, друзья, что сегодня времена язычников практически, они подходят к концу. Почему? Есть Израиль, есть работа в Израиле. Сегодня многие люди проповедуют там. Я не знаю, как они проповедуют, я там не был. Но я знаю то, что проповедуются и евреям, и неевреям, и мне приходилось проповедовать. И в Нововолынске у нас была еврейская община. Хоть мы ее не пускали, как община мессианского иудаизма, но практически все евреи там прошли через крещение, через покаяние и крещение. Это пока малочисленное, очень малочисленное. Юра, когда семя падает в землю, оно маленькое. До тех пор, пока закрыто, мы должны делать все, что мы можем. Юра, и мы делаем, и будем это делать, и будем молиться. Но придет такое время, когда массово будет покаяние, то есть там массово будет, они примут мессию, которого мы приняли уже несколько тысяч лет назад. Евреи примут, то есть придет такое время. Юра, осталось 30 секунд у тебя. 30 секунд, я просто помолюсь. Давай. Дорогой Господь, я благословляю святое имя Твое, Господь. И в это время, когда приближается Пурим, я прошу, Господь, пожалуйста, благослови Израиль. Да. Благослови, пожалуйста, эту страну, Господь. Дай ей, Господи, Твою защиту и охрану. И дай, Господи, Пурим 2024 года, то есть освобождение от тех, кто ищет их души, их крови, кто желает уничтожить весь Израиль. И я прошу, Господь, побуди сердца многих христиан, которые сегодня слушают эту программу, молиться за Израиль. А Тебе, Господь, за все. Пусть истется вечная слава, во веки вечные. Аминь. Юра, спасибо за интересную встречу и беседу. Спасибо. Пусть Бог благословит. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»